добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня у нас вот такой вот необычный свадебный аксессуар в не характерном для любой свадьбы черном цвете покажу из чего делать покажу все нюансы расскажу в общем теперь давайте приступать я использую фатин это евро фатин он очень мягкий не колется и к телу очень приятный именно этим он отличается от обычного фатина обычный фатин более жесткий для того чтобы определить какой размер подвязочки нужно сшить об обхват ножки просто нужно умножить на 2 и это будет длина самой подвязочки складываю в несколько слоев сколько слоев вы хотите столько складывать от этого будет зависеть пышность всей самой подвязочки я буду делать подвязку пошире и прежде чем ее сшить необходимо прогладить прогладить для того чтобы в дальнейшем было удобно сшивать и фатин у нас не собирался не сжимался у меня швейной машинки нет поэтому я всегда прошу свою подругу и она мне прострачивает прострачивать необходимо с венгерской ниткой тогда подвязочка будет растягиваться и швов можно сделать строчек вернее можно сделать несколько это может быть две строчки это может быть три строчки делать выше и ниже в общем как разгуляется ваша фантазия из какую вы захотите подвязочку мы сделали три швам три строчки затем сшиваем вместе и я не показала на видео нужно разрезать все слои между собой и после чего уже приступаем к декору подвязочка готова для того чтобы удобнее было декорировать я ее одеваю на картон формата а5 она немножечко растягивается и обязательно следите чтобы шов был по центру и теперь приступаем к самому интересному и красивому это декор декорировать я буду кружевом как-то я уже рассказывала о кружеве когда показывала видео со свадебными бокалами ссылочку обязательно оставлю в описании кружева blue marine белого цвета я вырезаю фрагмент и приклеивать буду нам клей момент прежде чем приклеить я обязательно еще раз смотрю располагаю как это все будет выглядеть и нам необходимо обязательно удалить сеточку любое кружевом она всегда на сетке сетка нам не нужно и я вырезаю нам необходимый фрагмент удаляя сеточку еще раз смотрю располагаю примеряю так чтобы у нас это все было ровно симметрично красиво и аккуратно и после этого только уже начинаю приклеивать приклеиваю прозрачным клеем момент клей нужно наносить таким образом чтобы его было немного но и немало если будет большое количество клеем он будет он будет выделяться на черном фатине он и он будет виден затем приклеиваем располагаю на подвязочке равняемся и приклеиваю я силиконовая кисточкой это очень удобно это очень выручает остаются руки чистыми и и при этом кружева приклеивается равномерно даем какое-то время про клей про просохнуть клею затем я приклеиваю по центру брошку броши все я заказываю на алиэкспрессе и брошь я клею на горячий клей нанесла клей на брошку приклеила по центру придержала несколько секунд и подвязочка готова после того как клей просыхает снимаем с картоном и как видите брошка и кружева держится все при этом растягивается подвязка кружева остается на месте если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик до новых встреч